Меня зовут Евгений Фейченко, я главный редактор сайта StopFake, и мы сейчас в Берлине обсуждаем российскую пропаганду, ее влияние, и в том числе влияние потенциальное на выборы в Германии. StopFake среди своих основных целей имеет борьбу с российской пропагандой. Мы начинали с тех новостей, которые касались в основном Украины, и сейчас собрали на нашем сайте более тысячи таких доказательств фейковых новостей. Мы исследуем их, мы пытаемся использовать их как примеры для того, чтобы обучать разной аудитории, как не стать жертвой пропаганды, и несколько важных уроков, которые, возможно, бы пригодились для немецкой аудитории, и как уберечься от влияния пропаганды. Прежде всего, критически относиться к тем источникам информации, которые вы употребляете, знать источники, использовать несколько источников, никогда не ограничиваться чтением заголовков, никогда не распространять в социальных сетях то, что вы сами не читали. И также очень важно понимать, что то, насколько вы критично относитесь к материалу, который воспринимается, будет определять, насколько пропаганда может иметь на вас влияние или может не иметь. На нашем сайте есть также примеры фейков, которые пришли к нам с украинских медиа, и мы их также разоблачаем, но разница в их количестве и соотношении будет, наверное, 98% к 2%. И это объясняется тем, что, когда мы говорим о российской пропаганде, мы говорим о том, что это пропаганда, которая создается правительством, спонсируется правительством и распространяется при помощи правительства. Когда мы говорим о примерах украинских фейков, как правило, это те материалы, которые были плохо проверены журналистами или редакторами, которые эти материалы делали, или, опять же таки, они пришли к нам из российских медиа и были просто распространены, потому что их тема или заголовок был созвучен тем идеям, которые журналист хотел в этом материале видеть. И это то, что нам нужно понимать о разнице в подходах, потому что если, опять же таки, мы говорим о российской пропаганде, мы говорим о всеобъемлющей пропаганде, которая принимает участие в все средства массовой информации, независимо от формы собственности, это государственные медиа, так называемые медиа, или частные, телеканал Life News, который был частным, играл такую же важную роль, как и государственные средства массовой информации. Поэтому разницы существенная между ними нет, и от этого, от формы собственности не зависит, потому что для российских медиа, на самом деле, есть очень мало возможности не заниматься пропагандой и оставаться на плаву. И мы в последнее время видели, как очень многие российские медиа вынуждены были выехать из России целыми редакциями, или отдельные журналисты, «Медуза» в Риге, «Граниру» в Париже, очень много журналистов в Праге, в Лондоне, и поэтому в России остается действительно очень мало места для независимой журналистики. И для ступфейка это является также очень важной целью. Мы работаем не только для украинской аудитории, так как мы работаем на русском языке, иногда до половины всей нашей аудитории, которая читает наши материалы, она приходит из России, и это очень важный для нас показатель. Ступфейк в основном концентрируется на традиционных медиа, это телеканалы, это информационные агентства, и мы не берем социальные медиа, потому что, опять же, это отдельный жанр, это тоже очень мощное поле для ведения информационной войны, но это отдельный материал, и мы как раз хотели бы собрать примеры из тех медиа, которые подконтрольны правительству, и мы можем доказать, что именно российское правительство стоит за производством этих материалов. То есть мы производим мониторинг около 20 российских медиа на постоянной основе, и если мы находим, точнее не если, а когда, мы находим фейковые новости, мы их разоблачаем, мы делаем это в виде сайта, в виде телепрограммы, в виде радиопрограммы, и, опять же, такие разные продукты мы делаем для разных аудиторий и на разных языках. А вот если говорить о зарубежной аудитории, кто в основном читает СтопФейк? Какие страны? Есть какая-то статистика? Да, ну, опять же, я уже упоминал Россию, как один из лидеров, Беларусь, Германия, Италия, Болгария, Сейчас мы запустили польскую службу, одна из наших новых служб, немецкая служба, у которой тоже довольно много аудитории. То есть, в принципе, интерес есть, поскольку мы пытаемся не только писать об тех российских фейках, которые касаются именно Украины, но и также находить фейки в местных медиа, которые помогают нам понять механизмы распространения этих фейков, и тогда мы тоже о них пишем, и это вызывает особый интерес у аудитории наших языковых служб. А зарубежная аудитория, вот интересно, как откликается? Вам пишут, помогают в работе? Ну, во-первых, мы приглашаем всю нашу аудиторию принимать активное участие в работе сайта. У нас есть кнопка «Сообщить о фейке». То есть, это такая попытка краудсорсинга. И это нам помогает собрать какие-то новости, которые, возможно, прошли бы мимо нашего поля зрения. И потом наши редакторы, фэк-чекеры проверяют эту информацию. И иногда мы находим действительно довольно ценные фейки, которые мы разоблачаем. Кроме того, действительно, мы получаем очень много откликов от аудиторий через социальные сети, как позитивных, так и негативных. Мы также получаем довольно много в комментариях получали негативных отзывов, которые, в принципе, больше выглядели как такие целенаправленные атаки на нас. И, например, из-за этого нам пришлось закрыть секцию с комментариями на веб-сайте. Но через социальные сети мы продолжаем получать довольно разнообразный фидбэк от аудитории. И мы общаемся с ними. У нас фактически для каждой языковой службы есть отдельный аккаунт в Твиттере, в Фейсбуке. И везде мы ведем общение. Даже если мы видим, что человек находится на позициях, противоположных нашим, мы все равно пытаемся с ним наладить диалог.